Звонок в дверь. Муж матерясь идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно податый. Друг, пойдем со мной. Тут рядом поможешь меня толкнуть. Ты мужик охранял, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого спаси. Муж ложится опять в кое-постель. Жена спрашивает, кто приходил? Да, какой-то козел застрял. Просил его толкнуть. Я его послал. Ты просто зверега какой-то, помнишь? Как будто нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень сел и сейчас толкал. Ты что, человека выручить не сможешь? Муж опять матерясь вылазит из костели, одевается, выходит во двор в полной темноте и кричит. Мужик, ты где? Из темноты. А здесь, иди сюда. Да где здесь? Ну здесь, на качелях. В кофе заходит человек с собакой и заключается с посетителями пари, что его пес сейчас будет разговаривать. Но собака молчит. Человек оплачивает пари и уходит под общий хохот. Из-за тебя я проиграл. Уйму денег, говорит хозяин собаки. Почему ты не заговорил? Чудак, отвечает пес. Сколько денег ты загребем завтра? Дед на 419-м москвиче въехал в BMW X5. Выходят братки. Ну, дед, ты попал. Ребята, у меня сын, директор птицефабрики. Дайте мобильник, я ему звягну. Он приедет и все уладит. Умозговали, типа, сейчас директора птицефабрики, бабки поимеем. И дали деду мобильник. Он отзвонился, опрессовал ситуацию, ждут. Через 10 минут подлетают 10 турнированных грузаков. Из них 10 парней мордой об асфальт прикладами добивают бомбу. С одного из автомобилей выходит парень и говорит деду. Папа, сколько раз тебе говорить? Я не директор птицефабрики, а начальник подразделения Беркут. Подписываемся.